В Ненецком округе завершился первый региональный чемпионат молодые профессионалы в рамках движения WorldSkills Russia. Два студента-победителя представят наш регион на отборочном этапе Всероссийского чемпионата. Он пройдет в республике Сахая-Кутия с 13 по 25 марта. О первых результатах и перспективах участия Ненецкого округа в международном движении мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. И сегодня у нас в гостях советник-губернатор Ненецкого округа Галина Медведева и начальник управления образования Леана Храпова. Здравствуйте, Галина Брониславовна, Леана Анатольевна. Ну и первый вопрос, он, наверное, самый важный. Как вы оцениваете прошедший результат? Какие можете подвести итоги? Добрый день всем. Действительно, мы, наверное, долго шли к этому чемпионату. В течение фактически двух лет, начиная с 2014 года, Россия вошла в WorldSkills Russia с 2012 года в чемпионат молодые профессионалы мировой. И мы тоже постепенно, так скажем, начали готовиться. И начали, прежде всего, с того, чтобы поднимать материальную базу по наиболее востребованным специальностям. Две основные, которые были отобраны у нас, это поварское дело и дошкольное воспитание. И мы попробовали свои силы со студентами, прежде всего, на чемпионатах в Санкт-Петербурге в прошлом году по дошкольному образованию и Рославле по поварскому делу. Неплохо выступили. Мы были вне конкурса, но там тоже приезжают участники, могут участвовать вне конкурса, попробовать свои силы. Они проходят такие же задания конкурсные, как все остальные. Их тоже оценивают эксперты, оценивают жюри. И на третий результат, который мы привезли на этих чемпионатах, это было неплохо. Это нас подстегнуло все-таки к тому, что мы действительно готовы. И два года, которые мы готовились, они не прошли даром. И в этом году мы уже ассоциированные участники этого движения. Вступили мы в сентябре прошлого года, заплатив в том числе и урок взносы, которые требуются ежегодные на участие. И в этом году провели. Также две компетенции. Это дошкольное воспитание и поварское дело. Ну, оценки первичные. Сегодня и в четверг, 9 числа будут подводиться итоги с экспертами. Но предварительно надо сказать, что сам чемпионат прошел достаточно организованно. Все, что было необходимо, оно было проведено на хорошем, качественном уровне. И эксперты, которые были из Лиги Всероссийской нашей, они оценивают достаточно хороший, высокий профессиональный уровень и подготовки студентов, и подготовки самого конкурса. Леана Анатольевна, что было самое сложное в подготовке? Какие критерии необходимо было соблюсти? Здесь, наверное, в принципе, мы как департамент зачастую реализуем большие проекты. И хотелось бы отметить, что в организации данного мероприятия сложности как таковых их никогда у нас не бывает. Мы только организуемся, проблемы решаем по мере их поступления. По тем критериям, которые были в рамках конкурса молодые профессионалы, хотелось бы отметить, что они все выполнимые. Поэтому сказать, что сложности были определенные какие-то перед департаментом и совместно с Центром развития и образования, который организовывал этот конкурс, безусловно, таких проблем и сложностей не было. Ну, в том числе и с материальной базой, да? Это ведь одно из условий. Благодаря поддержке недропользователей в рамках социально-экономического развития материальная база в прошлом году была приобретена частично, сейчас мы для увеличения компетенции, для того, чтобы увеличить количество специальностей по участию в этих конкурсах, безусловно, отрабатываем заявку для того, чтобы в рамках небюджетных средств получить эту поддержку для дальнейшего участия и проведения данного конкурса на региональном этапе. Ну вот почему были выбраны именно эти два направления, дошкольное воспитание и поварское дело? Они, наверное, самые востребованные у нас в округе? Ну, во-первых, они востребованы, да, и та, и другая специальность. Но, с другой стороны, это и сегодня подготовка по этим направлениям, она уже идет и шла. Это и материальная база, о которой только что мы говорили, это несомненно. Мы начали ее закупать еще с 2012 года, когда только началась специальность, например, поварское дело в Генетском аграрном экономическом техникуме. В прошлом году, в этом году, до закупали то современное оборудование, которое обязательно должно быть для того, чтобы готовить сегодня квалифицированных поваров, кондитеров, людей, которые будут работать в сфере обслуживания и именно по специальности поварское дело. Конечно, то оборудование, которое мы сегодня приобретаем, оно не только для конкурса, оно и для подготовки, самое главное еще и для переподготовки и повышения квалификации. Конечно же, основная цель, то, что мы закупаем оборудование, делаем единую какую-то площадку, например, она, это будет экспериментальная площадка, с другой стороны, это будет площадка производственная, где мы можем потом делать подготовку, переподготовку, повышение квалификации. Сделать ведь в том, что вот этот конкурс WorldSkills, он ведь не предполагает только участие студентов. средних, профессионально, высших образований. Это ведь конкурс и для, они молодые, а профессионалы. Даже если вы работаете на производстве сегодня, в ресторанном бизнесе, например, да, и работаете поваром и помощником повара, и вам еще нет 22 лет, то есть по 22 года, вы можете вполне принять участие в этом. И воспитатели молодые, которые сегодня уже работают воспитателем, то же самое, они могут уже принимать участие в этих конкурсах. Это замечательно. То есть это конкурс не чисто студенческий, или выпускников, или предвыпускных курсов, а это как раз тех молодых профессионалов, которые уже готовы. А работодатель, который сегодня может принимать участие как эксперт, может принимать участие как жюри, может просто поприсутствовать на этой демонстрации, да, то есть что умеет уже делать тот или другой, например, либо выпускник, либо молодой человек, имея уже специальность свою. Работодатель может отбирать себе качественные кадры на этом этапе уже. И кроме того, сегодня стандарты, они предполагают введение демонстрационных экзаменов в профобразование. Это как раз, если мы привыкли к тому, что экзамен пришел, рассказал и получил оценку, то здесь нужно будет прийти и вот как раз в рамках, конечно, WorldSkills, да, показать, что ты умеешь делать, как ты умеешь делать, насколько качественно ты умеешь делать. Поэтому ведь и оценка конкурса очень большая. А вот что касается профессионального образования, в рамках чемпионата прошел круглый стол по вопросу перезапуска системы профессиональной подготовки. Вот какие были итоги и какие механизмы будут применять, чтобы как-то кадры, которые выпускал округ, они были востребованными? Ну, основной, наверное, результат, то, что все-таки мы, наверное, за два года и смогли привлечь и работодателей. Не только нефтяной отрасли, да, с которой мы, несомненно, участвуем и проводим круглые столы, рабочие группы заседания, оговариваем вопросы практики студентов, подготовки, материальные базы. То в данном случае, вот сегодня, да, мы говорим, на этом круглом столе были и представители АТП и ДРСУ. Например. Замечательно то, что сегодня работодатель не просто говорит, вы качественно готовите, ваш студент, получив профессию автомеханика, может работать водителем на различных там видов и так далее. Но они говорят, что необходимо, например, идти в сертификат безопасности. Ну, то есть меняется требование даже к самим профессиям, рабочим профессиям, к специальностям. И поэтому профтообразование должно делать перезагрузку. В каком отношении? Оно должно иметь сегодня свой сертификационный центр, который вместе с работодателем должен будет давать оценку подготовленности выпускника качественной. и исходя из этого присваивать ему категорию, разряд, то есть то, что требуется в той или другой профессии или специальности. И если есть необходимость иметь дополнительные какие-то компетенции, безопасности может быть, может быть связанная с особой перевозкой, например, людей, либо особой перевозкой каких-то грузов дополнительно, либо сложных грузов, либо грузов опасных и так далее. И сегодня, если это требуется дополнительной сертификации, допуски, то значит профобразование должно перестраиваться, чтобы выпускник был востребованный, необходимо, чтобы он вот этими компетенциями обладал. И вот здесь как раз и должна быть заинтересованность ведь не только власти, не только заинтересованность тех, кто готовит этих студентов, самого студента, хочу работать, но я должен еще и получить, но и кроме того, это работодателей. Вот эта система дуальности подготовки, то есть совместной подготовки, кто готовит и для кого готовит, она, конечно, должна очень плотно переплестись. Это тот, наверное, шаг, который мы должны продолжить сделать и, наверное, уже более активно идти в это направление совместно с работодателями. Это не простое, но здесь необходимо, конечно, и учебным заведениям, и департаменту, несомненно, работать конкретно с каждым из работодателей по конкретной профессии, направлению и так далее. То есть что от нас ждут? Леонид Анатольевна, вот кого будут готовить в этом году? Какие специальности будут набирать актуальные для рынка труда, ни какого округа? Значит, по контрольным цифрам приема для трех учреждений профессионального образования определено 175 мест в рамках окружного бюджета. Это Ниньский аграрно-экономический техникум набирает у нас 50 мест по двум специальностям ветеринарии и второе коммерция. По второму учреждению, это учреждение Ниньское профессиональное училище, там выделено 75 мест по трем направлениям. Поварское дело, значит, автомеханик и инженерная подготовка, потому что мастер буровых эксплуатационных машин. И третий, это у нас социально-гуманитарный колледж, который будет набирать на 50 мест по двум направлениям. Это по специальностям программист, системный администратор. И второе, это дошкольное образование. Эти вот направления, они выбрали в соответствии с требованиями? В соответствии с тем, что работодатели на сегодня у нас заинтересованы, сами отрабатывают совместно с учреждением, о чем говорит Галина Браниславовна. Сегодня мы заинтересовываем наших работодателей для того, чтобы наши ребята, которые поступают, на выходе могли понимать, что у них будет место для дальнейшего трудоустройства и получения работы в том или ином учреждении. Сейчас департамент образования отрабатывает также порядок по госзаказу, который непосредственно будет определять потребность работодателей и определение департамента уже тех задач и целей, задач, которые ставить будет перед своими образовательными организациями, профобразования. То есть можно смело сказать, что те 50 ветеринаров и работников коммерции, они через 3-4 года найдут себе место работы? Да. Ну, это прежде всего еще идет ведь отработка и с департаментом экономики, и непосредственно с департаментом соцзащиты. Ну, если точнее быть, это ценз занятости населения, который отрабатывает, какие были в течение 2-3, предположим, востребованы профессии, и кроме того, какая на перспективу востребованность есть. Если мы сегодня... Есть востребованность, например, в автомехаников, мы это понимаем, да? Но я еще раз говорю, мы должны и понимать в том, что необходимо дополнительные какие компетенциями должен обладать тот или другой сегодня выпускник для того, чтобы он на рынке труда был востребован. Это ведь не значит, если мы раньше готовили, предположим, да, мы говорим по одной специальности, и человек выходил, ну, предположим, технологии продукции общественного питания, да, он выходил технологом, то сегодня, мы говорим, он после фактически второго курса может быть поваром третьего разряда и в летний период уже работать, он может быть поваром четвертого, пятого разряда, завершить свой курс обучения, кроме того, он может специализироваться в каких-то отдельных видах продукции, например, в рыбной, и тогда он может работать, ну, предположим, в Аргусе, где есть переработка, обработка рыбы, ну, и так далее, и так далее. У него всегда есть карьерный рост. Почему? Он, потому что, во-первых, обладает от пяти до десяти компетенциями, ну, то есть, в нашем понимании, вот это количество сертификатов, дипломов и так далее, которые он имеет дополнительно, да. Ну, а кроме того, он, проходя все вот эти этапы, да, во время практики они работают, проходят уже эти этапы, он понимает, даже будучи инженером, что у него делает мастер, чем у него занимается, рабочий и так далее. И всегда организация труда происходит гораздо более качественная. Это несомненно. А вот что касается подготовки кадров с высшим профессиональным образованием, здесь как будут строиться работы? Ну, то, что касается в рамках подготовки и переподготовки кадров и повышения квалификации, мы делаем совместно с филиалом Северного Арктического Федерального Университета. Ну, например, дошкольное образование у нас, когда есть выпуск, к этому мы готовим, делаем всегда опрос у студентов, есть ли у него желание учиться на очном, либо на заочном. Если большинство из них готовы учиться на заочном образовании, мы заказываем бюджетные места, нам выделяют всегда. Ну, и есть конкурс. Те, кто не прошли по бюджетному, могут учиться, как мы говорим, платно, то есть нам, не бюджетным. Все остальное по необходимости, это в рамках сегодняшних договоров, которые о целевой подготовке. Но изменился подход к самой, если раньше просто мог, предположим, округ заключить договоры и отправить учиться, здесь провести конкурс и отправить детей учиться, они потом должны вернуться обратно сюда, в округ, то сегодня это трехсторонние, как правило, договоры. Мы, например, департамент готовим, трехсторонний договор подписываем всегда между детьми, которые поступают абитуриентами, между департаментом и вузом по подготовке специалиста. Основная задача сегодня работодателя, это предоставить место практики студенту, и затем рабочее место. Если работодатель оговаривает какие-то дополнительные условия, ну, предположим, дополнительная стипендия, либо он оговаривает, что он будет привозить или доставлять, как мы скажем, от места учебы до места практики, например, или потом работы этого студента, то это все оговаривается непосредственно в договоре. Человек может сам заключать договор непосредственно, например, с работодателем, а потом этот договор прикладывать к тому, что когда он сам заключает договор с вузом, например, либо на платное, либо на бюджетной основе. Как правило, целевики учатся на бюджетной основе. То есть на себя округ берет расходы по... Нет. Нет, федерация. Федерация, это федеральные целевые места, федеральный бюджет, потому что сегодня высшее образование только на федеральном бюджете. Уже были заключены какие-то договоры о целевом обучении, и кто вот нам требуется из специалистов с высшим образованием? У нас есть договоры, которые заключили нефтяные компании на подготовку. Кроме того, нефтяные компании не обязательно заключают, начиная с первого курса. Первый курс всегда очень сложный для любого выпускника. И если, так скажем, целевая установка внутри самого человека не на все 100%, что я буду только работать в этой отрасли, то дети очень часто после первого курса начинают метаться, начинают сомневаться, иногда находят себя совершенно в другой сфере. А вот, предположим, если они учатся 4 года сегодня, как правило, бакалавриат, то вот после второго курса уже можно брать. Они идут на практику, и можно заключать дополнительные, даже в процессе обучения можно заключать эти договоры. Потому что сегодня в ВУЗе ребенок поступает по экзамену, с которым он сдает по ЕГЭ, по баллам, он поступает в любой ВУЗ. Ну, а дальше там уже ВУЗ, когда начинает учиться, если он поступил на бюджетной основе, он может и показать себя, и перед работодателем. Ну и что важно, что он после окончания университета, допустим, должен отработать какой-то определенный срок. Ну, любой, да. В договоре, как правило, прописывается, что не менее трех или пяти лет отработать необходимо, да. Он должен, но жизнь меняется, могут быть разные, ну, так скажем, ситуации у человека сложиться, да, в течение четырех, иногда и пяти лет, если учится на специалитете, то все пять лет. Ну, там есть тоже условия, при каких условиях мы можем расторгнуть договор. Если одна из сторон несла, например, определенные траты, значит, нужно их возместить. Ну, с другой стороны, если предприятие не может найти другое, да, вот как в цивилизованных, так скажем, странах, то нужно определенный уровень неустойки на поиск этого работника. Ну, это совсем другие параметры и цифры. Но по этому пути мы идем фактически вот с 14-го года, более жестко, да, стал отбор, то я думаю, что по этому пути и федерация будет идти, и вся система образования. Это, наверное, лучше. Почему? Потому что, если я, например, выпускник школы, я хочу быть учителем, я поступила, приезжаю на практику и буду стараться, если я буду понимать, что я поеду, например, и потом приеду и буду работать, предположим, в первой городской, либо я буду работать, может быть, где-то в Оксинской школе, где есть вакансии, да, к этому времени, то я, наверное, на практике туда поезжу, я познакомлюсь с коллективом, познакомлюсь уже с детьми и так далее. И когда я приеду специалистом, меня уже будут ждать все, в том числе коллектив. И, ну, наверное, это самый удобный будет период адаптации, потому что и педагоги, которые стажисты, они, несомненно, будут уже этого молодого человека, ну, знать и будут понимать, что от него ожидать и чем надо помочь этому молодому человеку. А вот где выпускнику узнать об актуальных профессиях и вакансиях в тех же школах, больницах? Куда он может обратиться, с кем поговорить? Здесь бы я, наверное, сказала, что в любом случае в сфере образования департамент образования сам ведет реестр таких вакансий, и ребята, если определяются в дальнейшем уже себя применить в области педагогики, то, конечно, в той или иной школе они уже либо вместе с родителем отрабатывают с директором школы, как с будущим работодателем, либо выходят на департамент, который владеет ситуацией в вакансиях, и заключают договор непосредственно с департаментом. В части того, что мы готовы его в дальнейшем взять, подписать с ним договор о целевом приеме, о целевом обучении, простите. Здесь хотелось бы добавить еще вот какой момент в продолжение Галины Брониславовны. Она озвучила о том, что целевые договоры в этом году, безусловно, продолжаются с 2014 года, это у нас мероприятие. Отметить, что 34 заявки, то есть из 230 детей выпускников этого года, 11-классников, у нас 34 человека заявили о своем желании, что они желают именно поступить на условиях целевого обучения. Почему? Потому что, в принципе, конечно, это заинтересованность родителей о том, что они в будущем будут не просто обучены, но еще и трудоустроены дети. И в то же время хотелось бы отметить, что 34 заявки, которые сегодня мы собрали со школ, это не только сфера образования, это различные сферы, это различные организации, которые выступили в будущем, которые хотят получить себе опытного и грамотного специалиста. И поэтому, как только у нас дети, выпускники, я имею в виду, будут сдавать единый государственный экзамен, мы сейчас их ориентируем на то, что прежде чем участвовать в целевом обучении, им необходимо, безусловно, хорошо сдать единый государственный экзамен. Что мы понимаем под словом «хорошо»? На сайтах вузов, которые они собрались в будущем поступать, определяется непосредственно средний балл единого государственного экзамена, по которому ты можешь уже претендовать и участвовать в конкурсе на целевое обучение. И поэтому вот здесь должно у родителей сложиться понимание, что, безусловно, что мы понимаем по целевым обучениям. Мы очень много говорили, мы очень много через средства массовой информации распространяли эту информацию, в части чего? Того, что родитель уже сейчас определяется с работодателем, то есть идут и договариваются с будущим работодателем о том, чтобы заключить договор о целевом обучении. И как только этот договор о целевом обучении будет у ребенка на руках, плюс результаты ЕГЭ, выпускник этого года едет в вуз непосредственно либо направляет пакет документов, и уже если он проходит, участвуя в конкурсе на целевое обучение, да, он проходит, то в вуз непосредственно уже будет заключать договор о целевом приеме в данное учреждение учебное. Поэтому здесь задача родителей определиться, кем будет их ребенок, то есть вместе с ребенком посидеть и подумать. И если уже понимать, кем он желает быть, то, соответственно, уже определяться с работодателем, который департамент, в лице которого тоже готов сегодня выступать, в связи с наличием вакансий в сельских школах, в сельских детских садах и на территории города. То есть алгоритм такой, сначала ребенок определяется с профессией, потом идет к работодателю, потом ждет результатов ЕГЭ и уже заключает договор. Да, имея на руках договор о целевом обучении, соответственно, и имея результат ЕГЭ. Третий, это уже будет следующее участие в целевом обучении, это договор о целевом приеме между ВУЗом и выпускником, абитурентом. В этом году будет 34, да? 34, это пока сегодня у нас заявки. У нас среди выпускников провели мы мониторинг, посмотрели, какое количество желают просто участвовать в целевом обучении, то есть в конкурсе на целевое обучение. Поэтому мы сейчас как департамент отрабатываем с высшими учебными заведениями для того, чтобы уже направить эти пожелания наших выпускников, для того, чтобы уже в ВУЗы знали, что наши ребята тоже готовы участвовать в данном конкурсе на целевое обучение. Ранее, как сказала Галина Брониславовна, безусловно, эти целевые места приходили на округ. То есть уже какая-то квота была, да? Квота была, и уже ребята знали, что они здесь прошли определенную процедуру отбора, они поступили и спокойно уезжали отдыхать в летний период. А 1 сентября приступали к обучению. Сейчас процедура иная. Мы еще раз говорим об этом много, мы пишем об этом много. Поэтому если есть вопросы, мы готовы еще раз объяснить, безусловно, ответить на них и объяснить, если необходимо. Потому что ситуация такая, что сейчас непосредственно семья, в которой есть выпускник, определяется с работодателем. Если есть желание у этой семьи, у семьи выпускника, понимать, что он будет поступать именно на условиях целевого обучения. А куда можно обратиться по вопросам целевого обучения? Департамент образования 2.12.26, либо я могу ответить на эти вопросы, либо 2.12.27, Покулина Ольга Борисовна. Ну и раз уж мы заговорили о ЕГЭ, то как у нас идет подготовка? Какие там, может быть, есть планы на этот год? Ну, ЕГЭ идет, наверное, в плановом режиме, так скажем. Это уже отработанная система, она очень четкая. И она, так скажем, регламентирована со всех сторон очень жестко. И поэтому каждый уже знает, чем он будет заниматься, когда он будет заниматься. А дети, несомненно, знают, какие предметы они будут сдавать, как это будет проходить. И, кроме того, вот эти всегда есть репетиционные экзамены. Такие экзамены проводит и школа, чтобы можно было. Ну, а чтобы родители не волновались. Такой экзамен был проведен для родителей. Поэтому я думаю, что тут уже вот страха перед тем, как это происходит и что есть, тут не должно быть. Ну, все идет в онлайн, точно так же, как вот с прошлого года мы сделали. Дети будут все сдавать здесь. У нас основные участки – это город. Дети будут, опять же, организованы, те, кто приедут в сельской местности. Для них точно так же будут консультации. Точно так же будет определено время отдыха и занятия спортом по их желанию. Поэтому я думаю, что тот опыт, который мы уже накопили и за те годы, я думаю, что он будет востребован. И я думаю, что все пройдет в штатном режиме, как и должно быть. Все на контроле. Спасибо за интересную беседу. Я напомню, что с нами в студии были советник-губернатор Нинецкого округа Галина Брониславовна Медведева и начальник управления образования Леана Анатольевна Храпова. Я напомню, мы с вами говорили об итогах первого регионального чемпионата молодые профессионалы в рамках движения WorldSkills Russia и подготовки профессиональных кадров в Нинецком округе. Это Актуальное интервью. До встречи.